Мы сейчас так понимаем из сообщений, что иранское оружие в РФ активно достаточно идет, и тут и помощь с обходом санкций, и беспилотники. Вообще, как тут можно сказать, это все может повлиять на военные действия в Украине и также на безопасность в регионе? Потому что, я так понимаю, сотрудничество Ирана с Россией, оно ставит много вопросов и у вас. Да, безусловно, оно ставит огромное количество вопросов. И хочу сказать, что во всяком случае во время визита недавнего министра иностранных дел Израиля Эли Коэна в Киев, там в частности и президент вашей страны Владимир Зеленский сказал Эли Коэну в часовой беседе, что вот так ситуация такая, что у нас с вами, кроме всего прочего, появился общий враг, это Иран. Вообще, нужно сказать, что мы присутствуем, мало кто об этом думает, а зря, потому что мы присутствуем сейчас в ситуации большой геополитической игры. Ситуация во многом напоминает, недаром, кстати, некоторые соотносят этот период, со временем примерно 1938-1939 года, когда мир был накануне, так сказать, Второй мировой войны, никто еще ничего не знал, никто не предполагал, все играли со всеми, все заигрывали со всеми, все обещали друг другу всевозможную поддержку, и в конце концов это вылилось во Вторую мировую войну. Ситуация примерно такая же, может быть, просто на другом излете времени, на другом периоде времени, тоже, так сказать, все обещают, все выступают в роли миротворцев, все опровергают, как бы, какую-то информацию явственную, очевидную, говоря о том, что, дескать, это вообще не мы, я не я и ложь, что называется, не моя. Если говорить об Иране, в частности, да, то, например, недавно в сетях появился ролик, где очень хорошо видно, значит, где-то там в горах находится новая подземная авиабаза, которая предназначена, как предполагают эксперты, для Су-35, то есть то, что Россия обещала поставить Ирану в обмен на беспилотники и баллистические ракеты. Опять-таки, это пока предположение, никто ничего не знает, поставили они, не поставили, заключили они соглашение или не заключили. Но, во всяком случае, сегодня появилась информация об интервью госсекретаря Америки Энтони Блинкина, который в интервью каналу CBS четко заявил, что Россия, по всей видимости, осуществляет поставки Ирану современных истребителей. То есть он не назвал марки истребителя, но, как бы, так сказать, эксперты сказали, что, скорее всего, это все-таки Су-35. И вообще, собственно говоря, разговоры об этом ведутся еще с января нынешнего года. И, так сказать, Иран впервые заявил официально, что он получит от России вертолеты, танки и другую технику, и включает, так сказать, также истребители, потому что Иран, иранские власти, иранский режим Айатол готовятся к противостоянию с Израилем. Это тоже открыто об этом говорится, которым он, безусловно, на сегодняшний день во много раз уступает в мощности вооружений. Поэтому у них с Россией такое, что называется, change. Вот ты мне, вы мне, а я тебе, значит. По нескольким данным, согласно, которые имеются у израильской разведки, Иран поставил на данный момент около 1700 беспилотников в России, и в ближайшее время собирается поставить еще 300. Значит, стоимость примерно одного дрона-камикадзе «Шахет-136», вы его называли, Россия, армия России в основном получила именно вот эти беспилотники, по разным оценкам стоит от 7 тысяч до 50 тысяч долларов. То есть, по совокупности все эти беспилотники стоят примерно от 14 по разным оценкам до 100 миллионов долларов, тогда как стоимость одного Су-35 примерно, одного только, превышает, по очень осторожным оценкам, потому что точных оценок нет, примерно с 336 миллионов долларов. Это при том, что речь идет только о себестоимости, конкретной себестоимости, туда не заложены еще прочие расходы. То есть, таким образом получается какой-то достаточно странный, неравный обмен, когда, так сказать, Россия предоставит этот Су-35, по совокупности количество беспилотников, которые Иран поставит и поставил России, намного меньше в сумме, чем, так сказать, он должен чем-то будет покрывать вот этот разрыв в деньгах. И, скорее всего, как предполагают, это будут баллистические ракеты. Опять-таки, это предполагают. Никто пока точно как бы не знает, хотя, опять-таки, СМИ много раз сообщали, что Тегеран рассчитывает на российские системы ПВО, на помощь в развитии ядерной программы. И это, опять-таки, говорят эксперты, это во многом будет зависеть от того, поставит ли, в свою очередь, Иран баллистические ракеты России и другие какие-то определенные вооружения, потому что Россия в значительной степени растеряла свой боевой потенциал и нуждается, так сказать, в обновлении, и нуждается в поставке новых беспилотников. Есть даже разговоры о том, что Иран, чтобы, так сказать, не сходя с места, построит производственную линию в России, которая будет производить вот эти беспилотники «Шахер-136». Вот такие идут разговоры, опять-таки, насколько это соответствует действительности. Никто не знает, есть предположение, что Иран, как вы правильно сказали, обходя санкции, контрабандным путем, каким-то через море, каким-то образом доставляет в России эти беспилотники, хотя ему запрещено это делать. И это вызывает серьезную беспокойность у американцев. Но, опять-таки, что делать с этой беспокойностью и как будут развиваться дальше события, никто не знает. Все ждут, и американцы тоже, 21 февраля, когда Путин выступит с речью, обращенной к Федеральному собранию, говорят, что после этого начнется новый этап в конфликте между Россией и Украиной. Следует ждать какого-то более, так сказать, радикального продолжения. Скорее всего, именно после вот этого 21 февраля ждать осталось два дня.